Я как раз и говорил о том, что Запад сделал все, чтобы воевать с теми, кто хочет уехать. Не с теми, кто хочет остаться или кто хочет пойти воевать, или с теми, кто хочет выполнять оборонзаказ. Они воюют с теми, кто физически уехал и хочет получить визу, рабочую визу на Западе, счет открыть на Западе. Они воюют-то с нами. Они воюют со мной, комплайнсы банков воюют со мной, выкидывая меня из огромного количества банков. Я потом расскажу эту историю, как она у меня закончится вся. Я ее прямо расскажу, там очень интересно будет потом посмотреть. Здесь я надеюсь, что будет какой-то резонанс потом в прессе по поводу этого. Потому что это абсолютный абсурд, то, что они вытворяют. А что касается реальных санкций, вот их 12 пакетов, Россия самая санкционированная страна в мире, за всю историю санкций, которые когда-либо против кого-либо вводились. Санкции, введенные против Советского Союза, и мудрая политика по снижению стоимости нефти, и договоренность между США и Саудовской Аравией в 1980 году за 12 лет присадила Советский Союз огромную экономику и 300-миллионное государство на мель. Нынешние санкции, которые первая волна началась в 2014 году после захвата Крыма и Донбасса, и которая усилилась гораздо большим санкционным давлением, как казалось бы в 22-м, вызвали короткий шоковый стресс в марте-майе 22-го года. Дальше газовый шантаж полностью нивелировал кэшфлоу Путину. И пока был газовый шантаж и высоченные цены на газ, Россия залатала быстро дыры, потом приспособилась к санкциям, перевела экономику еще не полностью, но частично на мобилизационное состояние, а огромная часть экономики, ну не огромная, но значимая, передовой часть экономики остается частным и очень подвижным, и очень находчивым, пронырливым, и обходит все санкции, все обходит стороной. Немецкие товары продаются, ввозятся и в Германию платятся, это я вот знаю просто от своих знакомых. А другие компании западные дают лицензии, франшизы на предоставление медуслуг, и эти медуслуги оказываются в Москве, из-за того, что никто никуда не ездит больше, из чиновников, ментов, прокурорских и прочих окологосударственных людей в Европу, они все деньги тратят в Москве. В Москве набухает огромный налоговый такой крендель, которого хватает и чтобы платить мобилизованным по миллиону за подписание контракта, и хватает, чтобы платить все зарплаты вовремя, и хватает этим бизнесменам, чтобы спокойно ездить в Эмираты и развивать свои бизнесы. Они сделали все, чтобы людей загнать туда-назад в Россию, и продолжают покупать нефть, газ, удобрения, древесину, алмазы, все что угодно продолжают покупать в России, а деньги людей не выпускают. И что в России получается? В России получается, что там есть люди, деньги. И вот это, безусловно, с одной стороны слепота, с другой стороны глупость, с другой стороны, я думаю, что после Пригожинского мятежа они точно не хотят никакого развала России, ни в коем случае. И они дальше нарисовали себе в голове картину, что это опять как... У них должно быть несколько странных государств на карте, как, грубо говоря, которые находятся в самом нижнем списке по восприятию коррупции, как Таджикистан или Туркменистан и так далее. И они не хотят еще, чтобы раскрытался Кавказский узел, хотят, чтобы он был под контролем России, потому что получить отдельную Чеченскую независимую республику или Общий Эмират, или независимый Дагестан они совершенно не хотят на Западе. Им абсолютно устраивает, что это все под контролем, в жестких руках Путина. И с Путиным они договариваются. Вот в этом их абсолютное двуличие. И Украине оказывают капельную поддержку, чтобы, ну, только, грубо говоря, фронт не тронулся назад. Но даже сейчас, вот, заметьте, вы процитировали Зеленского, что ситуация патовая. Вот я просто об этом сказал чуть раньше, потому что было видно по настроению. Я здесь живу 15 лет, и худшие стороны их менталитета, к сожалению, знаю на своей шкуре. Про то, как Тереза Мэй меня сказала, что вам в России ничего не грозит, хотите получить другой статус, возвращайтесь. Она еще тогда была руководителем всех ментов, Home Secretary. Возвращайтесь в Россию, и оттуда просите убежище, и оттуда просите, меняйте визовый статус. Вот. Ну, то есть она мне отказала, на самом деле. Евгений, как вы думаете, почему США не хочет, чтобы Путин проиграл? Потому что хочет, чтобы все было в одних руках. Они не хотят раздрая. Они помнят, как им пришлось в 92-м году карачка Буша присылать, чтобы в России не было волнений, и им очень не хочется странной эмиграции из вот тех самых республик, которые могут отделиться. Их абсолютно устраивает, когда все в одних руках. Пацаны не извиняются. Добрый день, друзья. Недобрый день вам не, друзья. Есть такое словосочетание «полезный идиот». Кстати, термин «идиот» не подразумевает автоматом негативную коннотацию. Вспомните хотя бы бессмертный роман Фёдора Михайловича Достоевского. Ну, а что касается прилагательного. Полезный, то это зависит от того, кому он прилагается. Вот, допустим, очень полезно то, что делает Евгений Чичваркин, иностранный агент. Я от него узнал, например, что в системе координат Прибалтов хороший русский – это мертвый русский. То есть он там какую-то акцию устраивал с раздачей бесплатных бургеров, что-то там такое, и ему объяснили, что он, может быть, и считает себя хорошим русским. То есть человеком, который ратует засвержение Путина, вот это вот всё. Но нет, хороших русских не бывает. Короче, считаю время от времени полезным оставлять отрывки из его интервью другим хорошим русским. Ну, как русским. Так же, как хорошим. Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней.